Всем привет! С вами Артур Михеев, и сегодня мне хотелось бы поговорить про Elgato Stream Deck и про то, как эта штука, созданная изначально для стримов, способна помочь в видеомонтаже. Stream Deck — это небольшой пульт, который подключается к вашему компьютеру через порт USB. Под каждой кнопкой этого пульта находится маленький экранчик, на который можно вывести то или иное изображение, а каждую кнопку назначить под то или иное действие. Например, по нажатии кнопки Stream Deck может запускать вам OBS, переключаться со сцены на сцену во время трансляций, мьютить микрофон, менять камеры и так далее. То есть вам не нужно все это делать, лазая мышкой по меню. Достаточно нажать на кнопку. Однако, как вы знаете, у нас с вами канал про видеосъемку и видеомонтаж. И даже несмотря на то, что вот эта вот штукенция изначально создавалась для стримеров, на что недвусмысленно намекает слово «стрим» в названии, ее также можно использовать как маленького помощника и при видеомонтаже. Но давайте по порядку. Чтобы настроить Stream Deck, вам в первую очередь понадобится специальное программное обеспечение, которое можно скачать с официального сайта Elgato. Работает этот софт как под Mac, так и под Windows. В случае Windows вам, правда, понадобится десятка, не ниже. После того, как мы скачали и открыли программу, мы попадаем на экран настройки. Тут можно создавать различные профили, то есть разные конфигурации горячих клавиш. И у меня тут есть как набор для стрима, так и набор для работы, например, в Premiere Pro. И я могу между ними переключаться. Все изменения, которые мы вносим в программе на экране монитора, тут же отображаются на самом пульте в реальном времени. Справа у нас есть список команд, которые мы можем использовать для работы. Все эти команды разбиты по вкладкам. Каждая вкладка отвечает за то или иное приложение. Например, команды для OBS, Twitch, Streamlabs и так далее. Но нас, как монтажеров, интересует вот этот раздел — система. В своем наборе горячих клавиш я использую только два типа команд из этого списка. Open, которая открывает то или иное приложение, и Hotkey, которая активирует ту или иную комбинацию клавиш. Итак, как же это работает? Хватаем мышкой команду Open и тащим ее на любую удобную нам кнопку, естественно, свободную. После смотрим сюда. Тут мы можем, во-первых, выбрать любое изображение, которое будет отображаться на экране этой кнопки. Во-вторых, написать свой заголовок кнопки, если нужно. И, конечно же, вот в этом вот поле выбрать ту программу, которую хотим по нажатии этой кнопки открыть. В моем случае это Premiere. Находим его в списке программ и жмем Open. Иконка Premiere в данном случае отобразится на кнопке автоматически. Что касается иконок, то тут два варианта. Вы можете как создать свою в любом графическом редакторе и, выбрав пункт Set from File, просто подгрузить ее сюда со своего компьютера, так и выбрать второй пункт и автоматически перейти в онлайн-редактор от самой Elgato, где уже есть базовый набор иконок, фонов и так далее. Правда, на мой взгляд, выбор скудноват, и куда проще делать все иконки самому. Ну а теперь перейдем к самому главному — настройке кнопок пульта и привязке их к хаткеям внутри Premiere. Для этого хватаем команду Hotkey и также тащим ее на любую свободную кнопку. Чтобы назначить команду, щелкаем вот тут и зажимаем нужную комбинацию клавиш на клавиатуре. То есть, чтобы назначить, скажем, команду Undo, то есть отмену последнего действия, жмем сюда и нажимаем Command-Z или Ctrl-Z для Windows. И все. Команда прописывается в значении Hotkey для этой кнопки. Переходим в Premiere и теперь при помощи нажатия всего одной кнопки мы можем отменить последнее совершенное действие. Если комбинации всего из двух кнопок можно спокойно зажимать и на обычной клавиатуре, то вот Hotkey из, скажем, трех кнопок куда проще заменить всего одной кнопкой на стримдеке. Например, комбинация, отвечающая за изменение громкости дорожки. В моем случае это Command-Alt-X. И тут вместо зажатия трех клавиш на клавиатуре куда проще нажать на одну на стримдеке, которая при этом еще и отображается в виде иконки. Вот, собственно, те команды, которые я сюда добавил для себя. Открытие премьера, сохранение скриншота, вход в полноэкранный режим и выход из него, пунда, реда, создание текстового слоя, автоматический аудиопереход на стыке, создание новой композиции, изменение уровня громкости аудиодорожки, быстрое сохранение проекта и подгонка размеров видео под размер композиции. Также можно создавать и папки, и тем самым группировать наборы команд по категориям. В общем-то, на самом деле, назначить сюда можно много чего еще. Какие-нибудь хотки из After Effects'а или, например, Photoshop'а. Что касается недостатков стримдек, то, на мой взгляд, их два. Во-первых, это провод. Ну, начнем с того, что он довольно-таки тоненький, хлипенький и не выглядит, прям, скажем, сильно уж надежно. И, что самое главное, он впаян внутрь пульта, то есть его нельзя отсоединить. И в случае, если он у вас перебьется, порвется или что-нибудь еще с ним может случиться, вы его просто так не замените, и вам придется определенно погеморроиться или просто купить новый пульт. Это, мягко говоря, не очень хорошо, и лично я, ну, прямо скажем, не люблю, когда так делают. Мне кажется, это неправильно. Второй же недостаток связан с вот этой вот подставкой под пульт. Изначально, когда я смотрел обзоры на YouTube, я думал, что она железная. Но, в общем-то, она пластиковая, причем сделана из достаточно тонкого пластика. И мне кажется, я, конечно, не проверял, и, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что поставив пульт примерно в такое положение, как-то неаккуратно на него надавив или задев или сильно ударив, я думаю, что эта подставка долго не проживет. И я думаю, что падений она тоже много не переживет. В общем-то, это не катастрофа, и подставка вообще не сказать, что бы сильно нужна. Можно совершенно спокойно обойтись без нее. А вот недостаток с проводом – это, на мой взгляд, серьезный недостаток. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх, рассказывайте о нас своим друзьям и нажимайте на колокольчик. С вами был Артур Михеев, увидимся в следующих выпусках. Всем пока!